Встречали ли вы когда-нибудь людей, которые живут, но не являются частью жизни? Приветствую, дорогие друзья! Рад всех видеть на нашем мероприятии. Благодарю за уделенное мне время и внимание. Меня зовут Армин, мне 23 года. Я учусь в Казахстанско-российском медицинском университете на факультете общей медицины. И в дальнейшем планирую стать реконструктивным пластическим хирургом. Я беженец из Афганистана. Прежде чем рассказать про свою жизнь в Казахстане, хотел бы вернуться к истокам и рассказать, как я и моя семья стали беженцами. Итак, я родился в Афганистане в городе Герат. Во время обрадового праздника моя семья подверглась насилию со стороны группировки «Талибан». В вечернее время, пока мой дед и отец были на работе, со стороны «Талибан» было влом в наш дом. Избив моего дядю, они украли мою тетю. На следующий день, обратившись в местный комиссариат, там моей семье дали понять, что лучше в эту историю не ввязываться. И так как мы сподвижники шиитского течения ислама, как известно, «Талибан» придерживаются сунницкого движения и агрессивного настроения против шиитов. Далее, на следующий вечер группировка «Талибан» опять вломилась в наш дом. И тогда избиение подвергся мой дедушка, который получил сильные травмы, от которых до сих пор страдает. При втором нападении «Талибан» грозили моей семье тем, что обращение к властям ничем не поможет. И если мой дедушка не хочет лишиться очередного ребенка, то лучше просто закрыть на эту историю глаза. Моя семья была напугана и связалась с ближайшим родственником, который жил в Казахстане. Благодаря нему мы переехали в Казахстан. Я был пятилетним ребенком, которого окутали в целях безопасности, спрятали в машине, пока ехали из Герата в Кабул, в столицу Афганистана. И таким образом в 2006 году мы из Афганистана прилетели в Казахстан. И с 2008 года я и моя семья официально являемся беженцами. Избежав опасности в лице «Талибан», мы надеялись на переезд в Казахстан как на начало новой жизни, жизни с чистого лица. Но, к сожалению, в Казахстане беженцы часто обречены на несчастную жизнь тоже. В сентябре 2006 года я пошел в школу. Отучившись пару месяцев, мне пришлось уйти в школу, так как я был не гражданином Республики Казахстан. И мои документы не позволяли мне учиться в школе. Благо, после получения статуса беженца у меня получилось продолжить обучение. И до 2018 года, когда я закончил учебу, я был беженцем. За время школы не раз занимал первые места в районных областных олимпиадах, в том числе и по государственному языку. Казалось бы, жизнь налаживается, но, к сожалению, все оказалось не так, как я представлял. Из-за моего статуса беженца я не имею права сдавать ЕНТ и претендовать на получение государственного каната на обучение. В УЗИ, учитывая цены на образование в Казахстане, это осознает ситуацию. В 2020 году, благодаря программе помощи беженцам ВКБ ООН, Агентства ООН по делам беженцев, я стал обладателем стипендии от программы DAFI фонда Альберта Эйнштейна. Многие молодые беженцы, как и я, учились и окончили казахстанские школы, некоторые из них даже закончили на Аутенбельге, но при этом из-за законодательных требований не могут участвовать в конкурсе на получение гранта. По информации, предоставленной мне от УВКБ ООН, по состоянию на 1 июля 2023 года, в Казахстане проживает 333 беженца. Из них 279 граждан Афганистана, большинство которых проживает в Казахстане более 5 лет. В 2022 году чисто детей от 12 до 17 лет было 45 человек. И, как видите, нас не так уж и много. Наше участие на получение государственного гранта не будет связываться на бюджете, выделенном на образование. При этом такая возможность даст беженцам шанс получить качественное образование для студентов беженцев, но и откроет дорогу в профессию и повысит шанс найти достойную работу и быть самообеспеченными. Предоставление возможности получения государственного гранта для беженца обеспечит нас не только образованием и профессией, но и позволит отблагодарить своей пользой свою уже родину, свой Казахстан. Времена меняются, и жизнь в Казахстане усложняется все больше и больше. В связи с последними событиями, произошедшими в Афганистане, а именно приход к власти группировки Талибан, у беженцев появились еще проблемы. Некоторые из них — это открытие банковского счета на территории Казахстана гражданам Афганистана, не имеющих разрешения на постоянное проживание, невозможно. Беженцы по закону являются временно проживающими иностранцами, вне зависимости от того, сколько лет проживают в Казахстане. Например, я прожил в Казахстане 17 лет и до сегодняшнего дня являюсь и считаюсь временным проживающим. Еще одна актуальная проблема беженцев — это проблема трудоустройства. Дело в том, что по закону РК, как я уже ранее говорил, беженцы имеют временный статус и числятся как иностранные специалисты. Соответственно, если работодатель примет на работу беженца, то ему придется платить удвоенный налог. Отсюда и проблема с легальным трудоустройством беженцев. Очень много наших беженцев оканчивают вузы и не могут найти работу. И отсюда как раз-таки вытекает второй момент. Так как они не могут найти работу, они также и не могут открыть ИП. Так как беженцы являются временными жителями Республики Казахстан и имеют ежегодную прописку, они не могут зарегистрировать себя ИП или БЖТО. Отсюда и доступ к открытию бизнеса закрывается. Мой отец является продавцом рынка. Он до сих пор не может найти альтернативное решение данной проблемы. Это отбирает у него возможность зарабатывать легально, честным трудом, платить налоги и тем самым помогать экономике Казахстана. Нужно учитывать тот фактор, что это единственный источник дохода, который может себе позволить. Беженцев не видно в онлайн-базе медицинских учреждений. Отсюда вытекает как раз-таки следующая проблема. Соответственно, если беженцам понадобилось лечь в больницу, то им отказывают в оказании такой медицинской помощи или же просят неподъемную сумму в частных медицинских клиниках. Моему дедушке поставлен диагноз левосторонняя гидроцефалия. Это как раз-таки та травма, которая произошла с ним в Афганистане. И учитывая вышеуказанную проблему, ему не раз было отказано в проведении операции. Учитывая цены на лекарства и прием врача, эта проблема становится одной из актуальнейших. Ведь беженцы не имеют права даже легально трудоустраиваться. В Казахстане мы чувствуем себя невидимками, нас никто не видит. Учитывая, что в Афганистане новое правительство, многие афганцы-беженцы столкнулись с проблемой продления паспорта. Так как нет официальной администрации, произнанной на территории Казахстана, многие афганцы ходят с просроченными паспортами, которые продлены обычной печатью. Это тоже усложняет много действий, так как при проверке документов службы не представляют, как работать с данной проблемой. С момента моего поступления в университет до сегодняшнего дня прошло 5 лет. И сегодня поступить в университет стало еще сложнее. На момент прибытия в Казахстан моей сестренке было 8 месяцев. Сегодня она абитуриен. И хочу обратить внимание на проблемы, которые у нее возникли при поступлении в ВУЗ. Опять же, из-за отсутствия полноценных документов моя сестренка столкнула с проблемой регистрации на ЕНТ. Дело в том, что наши выпускники не высвечиваются в базе, а далее во время экзамена им приходится перерегистрироваться, что занимает от полтора до двух часов времени из четырех часов, которые дается на ЕНТ. Еще одна проблема ЕНТ как раз заключается в том, что наши студенты сопротивляются с проблемой прохождения биометрической проверки. Компьютер просто не считывает их с первого раза, либо же вообще не считывает. После моих вышесказанных слов возникает вопрос, а почему бы нам не подать документы на получение гражданства, либо же документ постоянного жителя. Но для того, чтобы получить документ постоянного жителя, необходимо собрать перечень документов, получение которых невозможно. А именно, например, справка о подтверждении платежеспособности. Опять же, хочу обратить внимание на то, что беженцы на территории Казахстана не имеют права легально трудоустраиваться. Соответственно, отсюда предоставить справку о платежеспособности невозможно. И вторая трудность данной справки заключается в том, что из-за отсутствия должного документа беженцы не могут банально даже открыть счет в банке. Так что получить справку становится все сложнее и сложнее. Следующий документ, получение которого практически невозможно, это нотариально заверенное заявление физического лица, предоставляемого заявителя жилища проживания. Иными словами, этот документ договор, который заключается с хозяином квартиры, после которого ответственность за жильцо падает на ориенодателя. Здесь хотелось бы, чтобы вы задумывались. Смогли бы вы взять ответственность за человека, которому отказывают даже в открытии банковского счета? Как видите, получение документа тоже очень проблематичное в современных реалиях для беженцев. Я, как и любой беженец, как и человек, который вырос в Казахстане, который хочет быть полезным для казахского общества, хочу внести вклад в развитие страны, тем более в развитие медицины. И пользуясь сегодняшней трибуной и возможностью хотя бы попросить уравнять беженцев с теми, кто уже получил гражданство, что даст возможность решить многие из обозначенных проблем. Я оказался в Казахстане пятилетним ребенком, а сегодня перед вами стою в 23-летнем возрасте и в течение 17 лет имею статус временного жителя. Я вырос в Казахстане, я хочу жить и быть полезным обществу. Казахстан для меня стал родным домом. Здесь я впервые пошел в школу, завел друзей, поступил в университет. Казахстан стал для меня родиной, откуда мне бы не хотелось уезжать. Среди моих друзей и знакомых никто даже не подозревает о том, что я могу быть неместным. Ведь я знаю в совершенстве казахский язык, русский язык. Я и моя семья уважают и чтяты традиции казахского народа. Я активно веду общественную деятельность и стараюсь максимально быть полезным своему народу, своему Казахстану. Сегодня все мы стоим у порока нового Казахстана, и молодежь является неотъемлемой частью и основой этой идеи. Как говорил великий мыслитель и философ, решения все равно принимают взрослые, а не молодые люди. Но те же молодые люди завтра станут взрослыми, и у них тоже появится день, когда они будут принимать решения, и они будут обращать внимание на эти решения. Именно тогда они будут гордиться своим предыдущим взрослым поколением за то, что они приняли правильное решение. В завершении своей речи хочу сказать, задумайтесь, кто же все-таки я? Временный житель или полноценный гражданин? И также поблагодарить организаторов за приглашение и предоставленное мне слово. И также выражаю благодарность присутствующим в зале за оказанное мне внимание. Спасибо.